Доктор Кот Привет, Мурлыши! Привет, Оля! Здравствуй, Доктор Кот! С наступающим! С наступающим! Я смотрю, ты готовишься к Новому году? Да, я приготовила подарки для всех своих друзей. А что у тебя такое в руках? Это для Миссис Йеллоу. Зачем я понадобилась морковка и ведро? А об этом мы узнаем в следующей истории. Не терпится узнать. Ну, так отправляемся в снежное путешествие. Конечно! Снеговик Ой, как интересно! Отлично вышло! Ага, Санта-Клаус снеговика заметит и сразу прилетит. Приманка для Санта-Клауса? Ага! Красиво! Но Санта может не заметить. Снеговик ведь такой белый на снегу. Чего-то не хватает. Точно! Глаз! И носа! Пойдем, скорее найдем! Пойдем! А я посторожу! Мама! 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 Снеговику срочно нужны нос и глаза! Снеговику срочно нужны нос и глаза! Ух ты! Как здорово! А я праздничный ужин готовлю. Поможете украсить дом? Скоро папа прилетит. Конечно, мамочка! Конечно, мамочка! Ух ты! Снежин! Давай, тяни! Плажки! Давай, давай, давай сюда! Осторожно! Давай, я тяну! Ну, держи! Радно! Ну, давай! О, красиво получается! О, бабушка! Я елочка! Я елочка! Пингвин! Пока ты дурачишься, Санта прилетит, снеговика не заметит и улетит! Мам, готово! Пойдем! О, какие вы молодцы! А это вам! Идите, доделывайте снеговика! Окей! Давай, давай, давай! Побежали! Побежали! Побежали, скорей! Мы вернулись! А вот это нос! И ведерко на голову! Хе-хе! Теперь Санта точно заметит! О, кто-то летит! Ура! Папа приехал! Побежали! Ой! Санта-Клаус! Ура! Снеговик сработал! О, хо-хо-хо! Здравствуйте, Пин-Пин и Ко! Здравствуйте, Санта-Клаус! Здравствуйте, Санта-Клаус! Вот вам подарки! Это тебе, Пин-Пин! Это тебе, Ко! Вашка! О, хо-хо-хо! Ого! Спасибо! Надо маму позвать! Давай, давай! Давай за мамой! А это тебе микроб! Ух ты! Как здорово! Как здорово! Подарок! Спасибо! Мама! Мама, бежим быстрее! Быстрее! Иду-иду! Иду-иду! А где Санта-Клаус? Он малышей полетел поздравлять, но обещал вернуться на следующий Новый год! Смотрите! Смотрите, он возвращается! О-хо-хо-хо! О-хо-хо! Здравствуйте, Пин-Пин и Ко! Вот вам подарки! С Новым годом! Спасибо, папочка! Спасибо, папочка! Ой, а как вы меня узнали? Настоящий Санта-Клаус только что у нас был! Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Ха-ха-ха! С Новым годом! Ура! Снеговик сработал! С Новым годом, друзья! Ура! Как весело! Ха-ха-ха! Лыжи! Папа и малыш вышли на прогулку в парк! Папа рассказывает, как кататься на лыжах! Когда на улице снежок, бери скорее лыжи, мой дружок. По снегу будем мы кататься, играть в снежки и весело смеяться. Но, пап, я еще ни разу не пробовал. Я боюсь. Я тебя научу. Смотри вперед, держи крепко палки, отталкивайся ими раз-два, раз-два. И аккуратно катись вперед. Вот так. Ну что, готов? Да. Палки, лыжи, смотри вперед. Молодец! У тебя все получится. Один, два, три! У-у-у! У тебя отлично получилось. Мы обязательно вернемся сюда. А сейчас нам пора домой. Па, 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 смотри, смотри! Он так здорово катается на лыжах! Это известный на всю галактику лыжник. Он много тренируется, и поэтому он чемпион. Пап, пап, я тоже хочу так здорово кататься! Ю-ху! И получить медаль! Хорошо, хорошо. Завтра мы снова пойдем на горку, а пока ложись спать. Спокойной ночи, малыш! Ой, спать! Совсем спать не хочется! Эх, хочется кататься! Ах, скалимое утро! Ой, 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 ой! Ура! Ура! Наконец-то утро! Надо скорее идти кататься! Так, шапочка, палочки и зыжи. Так. Так. Эх, еще разочек! Ой, 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 ой! Ю-ху! Один, два и три! Так! Ух ты! Ты так здорово катаешься! Я тоже так хочу! Папа сказал, что надо много-много стараться! Я тебе покажу, как! Я готов! Учи меня! Держи палки! Смотри вперед! У-ху! Ой! А ты в порядке? Ага, только лыжи сломались! Что же делать? Может, склеим их? Привет, малыши! Не переживайте! Поехали кататься с нами! Вставайте к нам на лыжи! Поехали! Ура! Секретный рецепт! Сегодня мы приготовим необычное блюдо! Это веселые макароны! Позовите взрослых на помощь! Нам понадобится зелень, оливки, сыр, макароны, помидор! Варим макароны! Моим овощи! Делим помидор на кольца! Зелень измельчаем! Разделяем оливку пополам! Очередь сыра! Делаем два ломтика! А из них два круга! Соберем теперь все вместе! Кладем сыр! Оливки! И вот получились глаза! Добавляем помидор! Посыпаем зеленью! Веселые макароны готовы! Угощайтесь на здоровье! КОСМИЧЕСКИЙ ДОКТОР-КОТ Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого вежливого доктора во всей галактике! Его зовут Космический Доктор Кот! Смотрите, что у меня есть! Это его космический волшебный чемоданчик. А вот и он. Мурмяу. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Оля. Здравствуйте. Доктор Кот, наши малыши часто спрашивают, что такое вежливость? Это очень важный вопрос. Вежливость – это когда ты не обижаешь других и выручаешь тех, кому нужна помощь. И все? Так просто? Да, так просто. Прекрасно. Тогда вместе с нашими героями расскажем историю про то, как важно быть вежливыми. Магия вежливости Да. Ай. Ага. Вкусно. Ого. Пупырчатый, ты слышал? Ага. Это у меня в животе. Ого. Точно. Ты что, голодный? Очень. Сейчас бы схрумкать что-нибудь. Ха. Пупырчатый. А давай поищем. Ну, давай я посмотрю. Так. Ищи, ням-ням. Ну, что там? Доктор Кот спешит на вызов. Собака-полицейский работает на пляже. Ой, он нас заметил. Ого. Так. Ого. Нашел. Там пикник и разные вкусняшки. Не может быть. Правда. Правда. Летим скорее туда. Полетели. Бежим. Да, да. Скорее. Быстрее. Оп. Всем привет. Добро пожаловать на волшебный пикник. Вас ждут незабываемые развлечения. Так, 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 так. Добрый день. Красный, пупырчатый. Садитесь. Садитесь. Сейчас будут фокусы. А вкусняшки? А вкусняшки будут после фокусов. А долго ждать? Тише, ребята. Смотрите. Абра. А я знаю, что сейчас будет. А я не знаю. А хочешь, расскажу? Это невежливо. Пожалуйста, не мешайте. Абра-кадабра. Подумаешь. Пожалуйста, не мешайте. И вообще, мы сюда за вкусняшками пришли. Красный, у меня идея. Давай сейчас вкусняшки съедим. Давай. Особенный фокус. Исчезающие вкусняшки. Абра-кадабра. Эй. Вот это да. Вот это да. Эй. За чего это дело? Верните вкусняшки. Чтобы они появились, нужно произнести волшебное слово. Это какое? Какое? Пожалуйста. Пожалуйста? Эээ. Не слушай его. Это, наверное, вранье. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно нам вкусняшки? Можно нам по кусочку вкусностей? Конечно, ребята. Абра-кадабра. Спасибо, мистер Зео. Спасибо, мистер Зео. Ерунда какая-то. Пупырчатый. А давай рискнем. Пожалуйста. А можно мне тоже кусочек? Пожалуйста. Пожалуйста. Конечно. Абра-кадабра. Ух ты. Волшебство. Не волшебство, а обычная вежливость. Ладно, и я попробую. Можно и мне это, но как его это? Пожалуйста. Абра-кадабра. Спасибо, мистер Зео. Удивительно. Оказывается, вежливым быть так просто? Так просто, ага. А иногда и очень вкусно. Вкусно. Вежливость, вежливость, это очень просто. Вежливость, вежливость для маленьких и взрослых. Есть два волшебных слова спасибо и пожалуйста. Их не забывай ты даже во время шалостей. Дружба. Микроб пришел в клинику доктора кота на прием. Привет, микроб. Доктор кот еще не вернулся с вызова. Давай я начну осмотр, пока доктор помнит на что жалуетесь. Вы знаете, я что-то странно себя чувствую в последнее время. Расскажите подробнее. Даже не знаю, как объяснить, какое-то такое ощущение, что... А может сделать тебе укол? Ой-ой-ой, нет-нет, не надо уколов. Не надо, пожалуйста. А может тогда измерим тебе температуру? Нет, с температурой у меня все хорошо. Точно? Нет-нет, не надо. Тогда я себе померю. О, нормально, у меня температура, впрочем, как и всегда. Что бы у тебя проверить? Я не знаю. Ой, а я, кажется, знаю, что тебе может помочь. Хочешь, я тебе фокус покажу? Да. Вот смотри, есть мозг? Да. Нет. А сейчас? Есть. Есть. А теперь есть? Нет. Нет, нет мозга. А как же так? Почему его не видно? Или у вас что-то просто... Как это? Просто нет мозга? Да он у меня есть. Его просто не видно. Это такой фокус. Рентген называется. Ой, а можно мне тоже попробовать посмотреть мозг? И интересно, что прибор покажет у меня. Конечно, конечно. Вставай вот сюда. Включаю. Есть мозг? Нет мозга? Есть мозг? Нет мозга? Какая веселая игра. Да, я тоже могу долго в ней играть. Микроб, давай попробуем разобраться, что тебя беспокоит. Что меня беспокоит? Мне всегда очень грустно. Когда мне грустно, я зову друзей. А у тебя есть друзья? Нет, у меня нет друзей. Почему же ты ни с кем не подружишься? Дело в том, что со мной не дружат, потому что я очень маленький, и я микроб. Меня все боятся. Понимаю. Они просто не знают, какой ты на самом деле хороший друг. Давай я научу тебя моим секретным методам омаяния. Ой, давай. Первое правило. Выправ. Второе правило. Эффектный эффект. Я осьминог. У меня восемь ног. Меня зовут Зео. Я круче Ромео. Теперь ты. Сейчас я попробую. Привет. Я микроб. И люблю укроп. Становись моим другом. И не морщи лоб. Ну, ладно, подходит. Подходит. Надо потренироваться еще. Хорошо, потренируюсь. Третье правило. Ага. Покажи, в чем хорошее. Что думаешь лучше всего? А ну, я... Я... Я не знаю. А ну, я делаю милкшейк. Очень-очень вкусный. И я люблю петь. Послушайте. А я живу на зеленой планете. И самый лучший милкшейк у меня. Я самый добрый микроб на свете. Но, к сожалению, нет друзей у меня. Ну, 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 ну. Не переживай. Выполняй мои три секретные правила. И у тебя будет тоже много друзей. Правда? Значит, мы теперь друзья? Конечно, мы друзья. Ура! Ура! Спасибо, ура! Ты мой друг, я твой друг. Вместе мы друзья. Ты мой друг, я твой друг. Вместе навсегда. Веселый мусорброд для себя и друзей. Вам понадобится... Кондитерская посыпка, сметана, белый хлеб и творог. Положите творог в неглубокую миску и добавьте туда несколько ложек сметаны. Возьмите вилку и аккуратно разомните ей творог. Возьмите несколько кусочков белого хлеба и намажьте нашей густой белой пастой из творога. А теперь аккуратно откроем пакетик с кондитерской посыпкой и положим по щепотке разноцветных хлопьев сверху на каждый бутерброд. Правда, выглядит необычно и весело. Молодцы! Веселый завтрак для друзей готов! Всегда к вашим услугам космический доктор-кот! Мур-мяу! Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого доброго доктора во всей галактике. Его зовут космический доктор-кот. Смотрите, что у меня есть. Это его волшебный чемоданчик. А вот и он, космический доктор-кот. Фух! 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 Мур-мяу, Катя! Мур-мяу, малыши! Я не опоздал? Нет, ты вовремя! Зео перепутал время и я вышел из дома чуть позже обычного. Фух! Ничего, такое бывает! Я тоже так думаю. Главное не перепутать день и ночь. У Пин-пина и Ко как раз случилась такая история. Ого! Я и не знала, что они могли так запутаться. Не знала? Тогда давай вместе с нашими друзьями посмотрим эту интереснейшую историю. Здорово! Отправляемся в новое космическое путешествие! Вперед! Космическим приключениям! Распорядок беспорядок Ну что, спокойной ночи, мои дорогие. Щекотно, мамочка! А, и мне щекотно! Так, детки, закрываем глазки. Вам нужно выспаться и набраться сил перед лунопарком. Мы уже спим! Так, не баловаться! Спать! Ты спишь? Нет, а ты? И я не сплю. Что-то жарко. Ага. Наверное, круто в лунопарке. Да, хочу на карусель. А я буду кататься на горке много раз. Нет, я больше буду. Нет, я больше. Ну хорошо, оба будем. А я буду прыгать на батуте до самого неба. Знаешь, как высоко. Нет, я буду выше тебя. А я зато буду много раз прыгать. Зато я выше. Вот так. Нет, я. Ко, а давай вместе будем прыгать. А я залезу на самую высокую горку. Эй! Я царь горы. Эй! А я царь под горой. Ха-ха-ха! Скорее б завтра наступило, чтобы солнышко светило. Мы возьмем с собой рюкзак и помчимся в лунопарк. Вверх ракетой как взлечу. Ну а я как подскочу. Прыгну тут же на батут. Изменю я свой маршрут. Сяду тут же в карусель. Как же счастливый день! Скорее б завтра наступило, чтобы солнышко светило. Я съем лунопарки все хот-доги. А я... А я... А я всю сахарную вату. А она хоть с колбасой? Дети, доброе утро! Умываемся, завтракаем и... Ой, какой беспорядок! А почему вы не на кроватях? Почему вы на полу? Вы что, спите? Так... Нужно посоветоваться с доктором котом. Доктор кот слушает. Доктор кот, здравствуйте. Мои дети до сих пор спят. Как? До сих пор спят? Да! И даже не хотят в лунопарк! Мурмяу, мурмяу, мурмяу! Возможно, это сонная болезнь. Срочно вылетаем! Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И на планетным войны помогаем. Мурмяу! А я так хотел покататься на карусели. И я. Получается, мы заболели? Нет, вы здоровы. Температура 36,6. Ой! Дети, а что вы делали ночью? Ждали завтра. Играли, рисовали. Вот вам и ответ. Они просто не выспались. Ребята, запомните, что ночь для сна, а день для веселья и игр. Да, мы усвоили урок. Теперь ночью будем спать, а днем играть и рисовать. Мурмяу! Благодарны мы коту за заботу, доброту! Ах, мурлыши, будьте здоровы! Мурмяу! Снежная планета Однажды на снежной планете космические малыши решили покататься с горок. Какие смешные горки! А давай-ка мы скатимся, а? Ты первый будешь скатываться. Я? Ну-ну-ну, ну хорошо, давай. У-у-у! Ой, здорово! А давайте тоже скатывайся. У-у-у! У-у-у! Здорово! Здорово! А может мы с тобой снеговика слепим? Давай. А как? Смотри. Сначала берешь снег в руки и лепишь из него комочки. Так. Вот. Ага. Лепишь комочек. А теперь катай его по снегу. Теперь он должен у тебя увеличиться. Снеговик у нас должен состоять из трех частей. Теперь давай составим шары вместе. Давай-давай. Нужно на самый большой шарик положить поменьше. Ага. И самый маленький кладем на второй. Вот так у нас получается снеговик. Ура! 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 Может в снежки поиграем? Да, давай. Сейчас мы скатаем снежки и как запутнем. Помоги! Нет! Да, успевай, давай. Ха-ха-ха. Моги вам! Пойдем, бегать отсюда. Убегай отсюда. Сейчас поддачу заседу. Что будет, если я попробую снежок? Не надо. Да, ты же можешь заболеть. Снег же такой холодный. Вот, видите, чуть-чуть, но я даже не знаю. Ну, что тебе не понравилось? Мне кажется, у меня пропадает голос. Ой-ой-ой! А у меня тоже заболело горло. А может быть, нам надо позвонить доктору, и он нам поможет. Да, надо срочно позвонить доктору. Мы тут. Мы тут. Так-так-так. Мои бедные ребятки, давайте я посмотрю, что у вас случилось. Для начала нам надо провести обследование. Давайте померим температуру. Тридцать семь и девять. Давай теперь у тебя померим. Тридцать восемь. Температура поднимается. Теперь я посмотрю ваше горло. Открывай ротик, дружочек, и скажи «а-а-а». Ой, какое же красное горлышко. Скажите, дети, а вы долго играли на улице? В общем, доктор, мы просто сегодня лепили снеговико. А потом долго играли в снеговико. И, в общем, так получилось, что мы пробовали снег на вкус. Мурмяу, теперь я понимаю, почему у вас такое красное горлышко. Снег есть нельзя, и находиться долго на улице в холодную погоду тоже. Обработаем ваше горло специальным лекарством, и я дам вам витамины, которые поднимут ваш иммунитет и помогут вам скорее выздороветь. Ой, вкусно! И еще я подарю вам теплые шарфы. Держите, ребятцы! Теперь бегите домой к родителям, ложитесь в постель, пейте больше воды и согревающего чаю с ремонтом, а также медом и теплым молоком. Это не только вкусно, но еще и полезно. А сейчас секретный рецепт. Мы с вами научимся готовить согревающий чай. Готовить чай нужно со взрослыми. Вскипятите воду, заварите черный чай, добавляйте ингредиенты по вкусу. В чай можно добавить всеразличные ягоды, например, клюкву или малину, и ложечку меда. И вот, ваш чай готов! Такой чай особенно приятен в холодное время. Будьте здоровы! Ваш доктор Кот. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы в гостях у самого доброго доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что здесь есть. Это его волшебный чемоданчик. А вот и сам Космический доктор Кот! Мурмяу, Катя! Мурмяу, мои маленькие мурлыши! Здравствуй, доктор Кот! Что у тебя в руках? Это витаминки. Они укрепляют здоровье. Я везу их для миссис Йеллоу и ее деток. А ты думаешь, им хватит такой маленькой баночки? Витамины полезны, если ешь их по одной и не больше. Ты, кстати, знаешь, что случилось с Пин-Пином, когда он решил очень быстро вырасти? Как раз эту историю мы сейчас расскажем нашим маленьким зрителям. Банка для роста Ого! Видишь, какая я высокая выросла! Ага. А меня можно измерить? Ну, ну, ну как? Ну, ниже! Я выше, потому что я тебя старше! Я никогда не вырасту, мам! Вырастешь, конечно, Пин-Пин. Все дети растут! О! Эти витамины прописал доктор Кот. Они помогут вам вырасти, стать здоровыми и сильными. А можно еще? Здесь написано «Не больше одной». Ммм, так я точно не вырасту! Наберись терпения, Пин-Пин. Иди погуляй. Ну, ладно. А я пойду порисую. Так. Давай. Давай. Еще давай. Вот так. Вот так. Давай, давай, левее. Да нет, правее. Осторожней. Осторожней, говорю. Ой, а что вы тут делаете? О, привет, малявка. Мяч достаем. А это что за штука? Как что? Банка для роста, чтобы выше быть. О-о-о. Так. Давай, давай, давай. Так, осторожно. Давай, давай. Пусти. Ай. Ой, а это что? Не знаю. Хм. Ого. Если это лежало в банке для роста, значит это что-то для роста. Ты что, хочешь вырасти? Очень. Хе-хе. Ну это тогда бери. Вырастай быстрее и приходи играть с нами в футбол. Ага. Втроем-то веселее будет. Хе-хе. Спасибо, спасибо. Хе-хе-хе. А здорово втроем играть. Хе-хе. Это веселее. Хм. 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 Ко, смотри, я вырос. Мама. 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 Пин-пин запупырился. Хе-хе. Ой, нам срочно нужен космический доктор-кот. Алло. Алло. Здравствуйте. Мой сын запупырился. Он, наверное, играл с пупырчатым и сам запупырился. Доктор-кот, у нас срочный вызов. Мурмяу. 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 Хе-хе. И сколько витаминок ты съел? Не знаю. Много. Он пока не умеет считать. Запомни, Пин-пин. Витамины детям дают только взрослые и не больше. Одной? О, я научился считать до одного и выздоровел. Мурмяу, ты растешь. Ура, я выздоровел. И теперь считаю до одного и поэтому вырос. Спасибо, космический доктор-кот. Мурмяу. До свидания. Не болейте, мурлыши. Спасибо, доктор-кот. Мы летаем от планеты к планете На космической лечебной ракете От планеты к планете летаем Инопланетным больным помогаем Однажды на зеленой планете Космические малыши решили перепрыгивать лужи Ну что, давай вместе теперь попробуем Один Два Три Ой, как же дело Ой, что это такое? Э-э-э, это же меч Прямо лужи прокатился Всем привет А давайте вместе в мяче поиграем Он же грязный А ты что, грязи испугался, да? Ой А-а-а Испугался, испугался, испугался Знаешь что, давай играть Это я вообще прирожденный поболист Отдевай, отдевай А я иду по зеленой планете И самый лучший мюкшейк у меня Я самый классный микроб на свете Но, к сожалению Нет друзей у меня А-а-а-а Моя коленка Ой Что случилось? Я вот бежала Упал Ой, ой, это же Это, это микроб Ой, ой Мы сейчас все заразимся Молодец Срочно звоните доктору Алло, алло, здравствуйте Доктор Да, здравствуйте, это я Что случилось? Мы тут в общем нашли какую-то Ужасную бактерию Это, это микроб Кажется, он нас всех заразит Приезжайте скорее, я вас очень-очень прошу Здравствуйте, малыши Кто меня вызывал? Мы, мы, мы тут просто вот микроб И мы все, мне кажется, заразились, да верно Сейчас проверим Так это же не опасный микроб Микробы бывают не только опасными Но и полезными Этот микроб точно не опасный Но я споткнулся Об него и упал Значит, он опасный Нет, нет, я, я не опасный Честное слово Давай посмотрим на твою рану Ой, какая у тебя грязная коленка Я буду промывать рану Дезинфицирующим средством А вы дуйте посильнее Чтобы не щипала ранку, хорошо? Осталось наклеить специальный пластырь И сразу станет легче Моя коленка в порядке Замечательно Мур-мяу Я рад, что тебе лучше Пойдем с нами играть Ну что, побежали 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 Будьте здоровы А теперь, когда все в порядке Я расскажу вам, как приготовить вкусный молочный коктейль Готовьте его с родителями Секретный рецепт Вам понадобится молоко Мур-мяу, как я люблю молоко И черника Вы можете взять свежие ягоды, варенье или готовый сок Не забывайте мыть руки перед приготовлением пищи Все ягоды нужно обязательно промыть Итак, готовы? Начнем готовить самый вкусный милкшейк Берем чистые ягоды Кладем их в стакан И аккуратно давим ложечкой Чтобы ягоды пустили сок Первый ингредиент готов А теперь берем молочко Аккуратно наливаем молоко в стакан с ягодами Видите, как молоко изменило цвет? Сначала оно было белое А теперь, как по волшебству, стало фиолетовым А теперь давайте аккуратно помешаем ложкой наш волшебный коктейль Ну, или смешаем его в блендере Итак, самый вкусный молочный коктейль готов! Привет, ребята! Мы в гостях у самого радостного доктора во всей галактике Его зовут Космический доктор Кот Смотрите, что у меня есть Его космический волшебный чемоданчик А вот и он Мурмяу! Привет, мои дорогие мурлыши! Привет, Оля! Здравствуй, добрый доктор Кот! А что это такое у тебя в руках? Я привез вам смешные рожицы Которые мне подарили на планете эмоции! Смотри, это грусть Мне ее показали, когда жители планеты заболели А это... Радость! Ее тебе показали, когда ты всех вылечил Совершенно верно! Оля, давай расскажем нашим зрителям историю В которой Пин-Пин и Ко узнали, что такое эмоции Конечно! Вперед! К новым приключениям! Такое разное настроение Может, сыграем в машинке? Надоело Ну, может быть тогда солдатиков Не, надоело Ну, может быть, порисуем Неохота Ну да, и я не хочу Привет, Ко, привет, Пин-Пин Чем занимаетесь? Пап, а как называется, когда ничего не хочется? А, это называется скучно Да, пап, скукотища Хм, ясно Смотрите, что у меня есть Ух ты, какой красивый Ух ты И квадратный Воздушный змей, воздушный змей Сюрприз для взрослых и детей Обожаю, воздушный змей Хо-хо-хо-хо-хо Как весело Как весело Ну что, на улицу? Ага, как здорово Пап, а как называется, когда здорово и весело? Это радость, Пин-Пин Не люблю, когда скучно Люблю, когда радость Обожаю радость Побежали Побежали радоваться на улицу Побежали на улицу Побежали, побежали Бежим Ух ты Смотри, как высоко Как здорово Здорово, Ко Я всю жизнь буду радостный И я Да, я тоже буду Ух ты Бежим Как высоко О, чтоб я устал радоваться Нужно отдохнуть Ой, Ко А где наш змей? О, вон он Улетает Улетает Стой Вот сейчас стало Совсем нерадостно Ну, как настроение, как змей? Папа, он улетел В космос, наверное И от этого нам очень нерадостно Понятно Значит, вы грустите Да Нам грустно, пап Не переживай Грустить нормально Но только иногда И недолго А знаете, что у меня есть? К счастью, ваш змей Не успел улететь далеко Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Наш змей О, я так рад Я и я Держите Я так рада Как я рада Спасибо, папочка Ты самый лучший на свете Ты даришь нам радость А вы и есть моя радость Хе-хе-хе Давайте запускать Догоняйте Хе-хе-хе О-хо-хо-хо Летит Хе-хе-хо-хо Догоняйте Хе-хе-хо-хо Папочка, она с ней летит Ура Со мной Хе-хе-хо-хо Миша, Алексей Так радостно Желтый змей Здорово, папа Хе-хе-хо-хо Папочка, ты самый лучший на свете Папочка Ты нам всегда даришь столько радости Ох, ребятишки Сладкая эпидемия В клинике доктора кота шел обычный прием пациента Как вдруг Что за шум? Зео, ты в порядке? Не ушибся? Нет, нет Все в порядке Ну Кажется, нам кто-то звонит Я отвечу на звонок Хорошо, хорошо, док Алло, Мурмяу Доктор Кот слушает Наши дети наелись сладкого И у них заболели животики Приезжайте к нам скорее И спасите наших детей Они плачут И мы не знаем, что делать Я сейчас же улетаю к вам Спасибо, доктор Ждем вас Зео, это очень срочный вызов Ты останешься за старшего Будь аккуратней Отвечай на телефонные звонки Ты все понял, Зео? Да, да, да Ой, мой тоже болит Очень, помогите, так плохо Вот наши малыши Я сейчас вам помогу Для начала я вас осмотрю Давайте измерим вашу температуру Тридцать шесть и шесть Температура нормальная Теперь я проверю ваше горлышко Скажи А-а-а 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 Ага С вашим горлом все в порядке А теперь проверим легкие Дыши, дыши Глубже, глубже Медленнее Дыши Молодец Все, все хорошо Все в порядке С легким у вас все хорошо Дети А что сегодня ели? Мы, мы ели сладости Да, мы ели конфеты Много конфет Вот почему у вас болят животы Потому что вы съели слишком много конфет Я дам вам полезную микстуру Каждому по одной ложке Мурми Ау, молодец Дети Расскажите, где вы взяли сладости? Мы, мы увидели гору конфет Рядом с игровой площадкой Это угощение от наших новых космических друзей А, ну он дадит такой фиолетовый в крапинку А второй был такой красный Тоже в крапинку А еще у них были черные маски Это же описание космических хулиганов Космические хулиганы? На нашей планете? Что же делать? Нужно срочно сообщить полицию Чтобы этих хулиганов поскорее поймали Алло Алло, Мурмиау, здравствуйте Это доктор Кот Я звоню вам, чтобы сообщить о космических хулиганах Представляете, они накормили детей с оранжевой планетой конфетами И у них очень болели животики Итак, полиция занялась поиском космических хулиганов Дети, а вы знаете, куда нужно звонить, если что-то случается опасное? Нужно набирать 1, 1, 2 То есть 112 Дети, и еще один важный урок Запомните, никогда нельзя брать еду у незнакомцев Она может быть вредной и опасной Запомнили, дети? Да! Хорошо, молодцы! А теперь я расскажу вам секретный рецепт Как приготовить сладкие и полезные конфеты без сахара Секретный рецепт Сладкие конфеты без сахара Вам понадобятся Курага Изюм Кокосовая стружка Орешки И тарелка Для начала вымойте руки, чтобы они были чистыми А еще нужно обязательно помыть курагу и изюм Дальше берем курагу и мнем ее, чтобы получилась кашица Откладываем ее в сторонку И принимаемся за орешки Орешки тоже надо измельчить, чтобы они были не такими большими Когда курага и орешки готовы, мы берем понемножку каждого ингредиента И не забываем про изюм Что же мы делаем? Мы катаем шарики, какого хотите размера Можно сделать много разных шариков, как снежки Ну, конечно, не такие большие Теперь мы аккуратно выкладываем все шарики на тарелочку И посыпаем их кокосовой стружкой Теперь выглядят точно как снежки Ешьте на здоровье! Субтитры подогнал «Симон»